так что это за адрес у нас корпус 6 очень тут ребят много офисных зданий жилые помещения и вот смотрите такая вот здесь картина смотрите видите сколько здесь машин припаркованных но меня удивляет тот факт что вот за этим местом находится просто гигантская парковка просто ну невообразимых размеров сейчас я вам покажу она бесплатная внушительно да ребят ее конца даже не видно тут он кстати смотрите большая же парковка есть гигантская вы нарушаете просто но идите проверьте сядьте за руль и проверьте почему мы за вас должны проверять если покупаешь автомобиль первую очередь ты должен думать где будешь парковать машину там ниже вот если ты думаешь пока машин ты будешь по даже самый дорогий автомобиль до 5 миллионов рублей найти самую джопарку за 44 рубля в час я думаю это вполне реально вот ребят свободных мест 323 999 сюда есть проезд вот проезд с этой стороны там шлагбаум открыт а тут даже и с другой стороны по моему можно заехать ну вот то есть что он там выдумывает что нельзя проехать я не понимаю то есть все машины припарковали припарковались как-то да а он не может мы выяснили зачем нужна вот такая вот плитка оказывается это площадка для пожарной специальной техники ребят смотрите очень вот эти машины здесь припарковались да но по идее их убрать отсюда нереально потому что эвакуатор но может можно да но как-то да но как-то вот опасно потому что можно за крышу зацепить и вот так и вот это да то есть отсюда скорее всего не будут эвакуировать даже если вызвать на вот с этой стороны что происходит но дорога тут ездит водителя а здесь они паркуются не но тут еще пройти можно а он там вот в темном туннеле а вообще нереально ты вызвал полицию сейчас я вызвала полицию надеюсь что приедут если нет позвоню доставлю и хотя в прошлый раз вызывал когда один был приехали после этого звонка на драмотиках начали штрафовать вместе так что будем ждать а да отъезжайте отъезжайте нет а вы уже зафиксировали ну вот эти полушения не снимай я на 2 секунды остановил не имеет значение потому что там уже не даете смотришь вы че такие строгие он прям по всю по правилам а вы нарушаете дай бог чтоб у вас в жизни так и было чтоб вы никогда ничего не нарушили спасибо спасибо что ты снимаешь взаимно давай давай что? не паковаться поехали не мы выезжать не будем а то есть нарушать будете она стоит вы будете нарушать вы будете нарушать а здесь люди ходят вот видите тут нельзя парковаться ну значит перепаркуетесь вон там же стоянка есть большая можете где-нибудь встать что зачем здесь как бы сейчас отъедем надо было водички отъедем отъезжайте там сейчас отъезжайте дело в том что сейчас приедут ГИБДД и эвакуаторы и все что здесь стоит мы будем все убирать здесь уже вызвали спасибо спасибо или вы сами хотите встать конечно мы только в Юрии и хотим встать не убирать вот не убирать не убирать вот ребят я не знаю почему этот способ работает но стоило припугнуть эвакуаторами как они зашевелились да а так вот они ушли и типа говорят да да переставим естественно ушли не знаю не знаю почему у нас только с позиции силы все понимают ну видимо такого не понимать что ли а ты кашинчик как интересно человек припарковался водителя нет ты ему решил позвонить ну давай а что ребят контролируется чтобы здесь все выучить ну да чтобы они не парковались вообще даже человек не может пройти вот здесь по левому ряду нереально паркуются как хотят вот хотя парковка то есть там здоровое место вообще вот отвалом но почему то ставят здесь так недоступен недоступен конечно для кого тогда этот телефон ребят ну зачем тогда так это делать ну недоступен хорошо но вообще здесь пока что будет стройка вы знаете что там зеленый это просто парковка где вот там где машины стоят и где зеленые газоны и парковка а знаете что я строю вы идите дома и здесь вы я вас поняла я не буду почитать спасибо большое спасибо а один знает а а а а вы 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 снимаете какая организация пешеходная пешеходная организация пешеходная пешеходная какие пешеходы а здесь неправильная парковка а вы от жека от завелорска нет мы просто собрались я а нельзя это вообще территория закрытая вы здесь свободно вызывайте кого хотите у нас у нас у нас не организация у нас никакая не организация мы просто люди а что ты так свободно снимаешься смысл вы хотите общаться мне вообще-то неинтересно ну тогда идите почему почему беспокоен мы просим соблюдать правила дорожного движения ну тогда если вы не хотите попадать в объектив можете идти дальше все до свидания пойдем пойдем а по-плохому как да да я сам решу я сам решу человек не подошел да ну перезвони ему да перезвони ему скажи что что не по правилам стоит машина а здравствуйте ваша машина попаркована татуаре а не могу убрать машину вашу татуаре да убрать ну где-то пешеходы идут вообще-то спасибо большое и видите ребят сейчас значит уберет это хорошо а как ваша фамилия кто здесь говорят собственно это дело это решение кто здесь живет в этом жига а а чего снимает у вас снимает что значит просто снимаешь не хватит камеру вообще отпустить меня в дело а дальше вы сами к нам подошли камеру убери я их с тобой разговариваю и на камеру ты снимаешь платный контент а что ты делаешь куда ты его кладку вам что нужно не приказывайте нам ладно не приказывайте нам что нам делать послушай С тобой тоже нормально говорят? Что-то нужно вам, граждане? Я говорю убери камеру. Я вам не подчиняюсь. Ясно? Паша, дай фамилию свою. Фамилию? Иванов Иван Иванович. Ты что, такой, борзый что ли? Иванов Иван Иванович. Близко не подходите, не подходите к граждане. Близко не подходите. Я говорю не снимай меня. Так отойди отсюда! Ты что делаешь? Отойди отсюда. От меня отсюда? С каких-то порт и матом начал. бери руку в чем проблема ребята убери свой баллончик не платуй блять убери баллончик не понтуйся в чем проблема объясните подошел чувак начинает что-то нам высказывать матом кроет хочу пошел к охране узнал здесь какой-то собственник снимает мы теперь оба отчитываться должны в чем причина ваша съемка какая обоснованность то что вы сейчас меня снимаете потому что вы к нам подошлись не хотите попадать в кадр можете уйти вы на территории жека находятся вы собственники помещения это это вас не должно касаться касаться вас это не должно что-то общее земля круглая И все, блядь, покойте. Какую разницу? Подожди, 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 подожди. Меня-то че снимаешь? Вы сами к нам подошли, вы сами к нам подошли. Я подошел к тебе, разговариваю. Ты че меня снимаешь? Хочу, а так нужно снимать? Общественное место. Да это общественное, ты должен спросить. Это ЖК. Это ЖК, это неопределенность. Ты обязан спросить, блядь. Не важно, ЖК. Да как ты закон, блядь, читал, блядь? Да нахуй, убери, выкину нахуй его, блядь. Убери нахуй свой телефон, блядь. Болончик свой спрячь, блядь. Сейчас достану травмат, ляжешь нахуй. Болончик свой спрячь. Вызывай полицию. Полицию вызывай. Как это? Мелкое хулиганство. Вызывай полицию. Вы снимаете меня, вон снимаешь нарушение, а что ты снимаешь? Вот тут встань, пожалуйста. Чуть-чуть, чуть-чуть. Не мешай. Бетоном закопаюсь, случайно. Не мешай. Случайно сделаешь, брат, это ребята злые, я дайдю. Да, да, мелкое хулиганство. Отойди, отойди от них, отойди от них. Сейчас полицию вызовем. Вызывай, блядь. Вызывай, блядь. Вызывай, блядь. Банку сейчас покажу на видео. Свою банку. Вот, банка. Сильнее твоей. Сильнее твоей банки. Ну что ж, ребят, вызвал я полицию. Сейчас должна подъехать. Установим личность этого гражданина. Что это угрожает, ругается матом. Говорит, сейчас там что-то камеру отберу. В общем, полная бескультурия. Сейчас будем выяснять, кто это такой человек. Ну да, это рабочие, скорее всего. Что-то, видишь, проверяют здесь. Смотрят. Ну да, видите, что-то у них тут сделало. Не разговаривай с ним. Алло. Да. Слушайте, мы сейчас находимся на улице Новодмитровская, 2, корпус 6. Тут какой-то человек. Ну, мы тут проводили, как сказать, такой небольшой рейд. Пытались водители убирать с тротуаров. То есть, просить их перепарковываться. И откуда-то появился какой-то человек, похоже, он тут работает где-то, который начал нецензурно ображаться матом. Говорил, что у нас какие-то будут проблемы, что сейчас камеру у нас отнимет. То есть, я хочу установить этого личность, написать на него заявление за то, что он матом ругается, оскорбляет меня. Собственно, вот для этого и вызвали полицию. Он сейчас вот прямо передо мной. Вот, они даже друга позвал, сейчас угрожать собираются. Так что, подъезжайте сюда, давайте. Не подходите ко мне. Не подходите. Снимай машины и все, не нахуй ты снимаешь. Не подходите. В целях общественного резонанса. Ты хочешь на это пропиариться? Нет, я полицию вызвал, я жду, все. Все, снимай, слушай, форум. Сам решу, что делать. Ты не решишь. Решу. Ты такой грозный. Ты такой грозный, матом меня. Без баллончика нормально пообщаемся? Ты нормально не умеешь общаться. Ты нормально не умеешь общаться без баллончика. Ты матом орешь, говоришь, что мне сейчас проблемы будут. С чего это вдруг? И пообщаемся. Ну, а ты не умеешь нормально общаться без камеры. Да, я видел это. Ты же быдло, бля, ёб ты. Быдло, я? Быдло, это ты. Ты, блядь, провоцируешь людей на конфликт. Снимай машины, ёб ты, пионер. Слушайте, а вы за Путина голосовали? Просто электорат Путина все время кричит провокация. Вот, поэтому. Какую организацию вы представляете? Мы же пешеходы России. Пешеходы России. От кого? От себя. Вы сами себя провозгласили? Мы пешеходы. Вы узаконены? Мы пешеходы. Вы просто пешеходы России. Вы пешеходы России. Вы пешеходы. Это не организация, это просто пешеходы. Да, вот люди хоть пешеходы. А на каком основании вы снимаете? На самом деле, что это общественное место. Д buds, проявите! Общественное место и мы снимаем что же право внутри, внутри я... Это ЖК, ребята! Вы что, обIST Вы собственные Threshold помещения? Давайте я вам еще скажу, его собственник, что эта машина. Нет. Почему вы здесь снимаете? Вообще здесь находится... Я не понимаю, что это общественное место... Ну как, это не обще... Это общественное место. Это ЖК находится. Вы собственные его отмечения. Хорошо, но вы имеете право снимать? Мы имеем право меня снимание людей... Вот, не конкретно я не понимаю, que вы семь... Ну, вы же сами подошли. В общественном месте. Я подхожу общаться, а ты меня сразу снимаешь. Но на всякий случай собственно безопасность. Нет, не на всякий случай. Вот эта провокация в большей степени идет на конфликт. Никакого конфликта нет. Я могу сейчас взять камеру и снимать. Посмотри, на каком основании ты вообще снимаешь мою личную жизнь? Потому что это общественное место. Ты свою личную можешь здесь снимать. Это общественное место. Не мою. Это общественное место. Все, что связано с общественным местом, неважно. Тут даже турист может выйти, сняться на фоне ЖК и попасть в случайный катар. confirming everything into fuck. Ты считаешь вот эта история вся прав Вы сами подошли. Сами подходитесь, спрашивайте. Когда я подхожу, это делается так нормально. Убирается камеру и разговор ведется. Убери камеру и просто веди разговор, как мужчина. Я веду собой камеру. А почему в автомобиле стоит видеорегистратор тоже снимает? Я это говорю как человек с человеком, а не автомобиль с автомобилем. Чувствуешь разницу? Это мой видеорегистратор. А что ты хочешь зарегистрировать? Ну а может у меня, как вы начали? А вы скажете, а я первый начал. Я сказал же, а у меня видео есть, чтобы выкруется. А ты баллончик носишь? но не по-мужски подходить на этим матом крыть и говорить и угрожать я никому вообще не брызгаю еще не успел нет а за что давать за что давать за какое конкретней конкретней но видите вы не можете примести пример какой-то да просто говорить что я хам и что вы видите вы там смесь сзади вас камера висит вы видите видите что камера сзади вас а что значит как мужчина к что значит как мужчина что значит как мужчина нет я просто тебя спрашиваю что значит как мужчина как мужчина не как мужчина это с камерой нет как мужчина это с камерой снимать это лишь это лично ваше мнение это лично ваше мнение ясно он говорит что хочет ударить а ничего себе вот это да ребят от чего я не понимаю что в голове у этих людей почему они бросаются на камеру с чем это связано это какое-то не знаю отклонение что ли что это вообще не ясно где где чтобы это не было проблем смотрите-ка ситуация мы сегодня здесь проходили совершали рейд против парковки в общем люди на тротуаре паркуются ездят не по правилам вот решили это все снять как на видеокамеру вот и к нам подошел какой-то мужчина и начал но спрашивать что мы здесь делаем почему мы снимаем дам ему объяснили что мы делаем и для чего мы здесь сегодня собрались вот и после чего начал проявлять какую-то агрессию то есть начал матом крыть но говорит убери камеру в таком тоне да потом вообще уже чуть ли до силового как бы воздействия не нашло то есть начал вот человека хватать за руки пытаться ему выбить телефон да то есть ну как-то знаете матом крыть на улице да хотя человеку мы все объяснили зачем мы здесь я считаю как неадекватного поведения поэтому собственно мы вас и вызвали да нанесен моральный он обозвал меня это 20.1 мелкое хулиганство без морального ущерба телефон у вас был разбит нет нет целый целый остался минут 10-15 назад он сейчас там находится этот человек но вот здесь подальше если пройти между дворами врачом смотрите вот этот человек не угрожал и матом меня крыл он прошу вот этот человек прошу узнать его личность чтобы написать заявление на что вы можете посмотреть на что вы можете посмотреть на основании на основании поскорения на ваш доме она обоснована вы удовлетворяете с ним при основном конфликте они присутствуют мы удостоверились я не буду разбирать обмесно данный материал мы находимся сейчас в нашей территории жена где ведется расстоятельная работа в наш объект подходит молодые люди снимают машинки ладно машинки подходит я подхожу к нему и начинают меня снимать на ком основании не снимают вопрос вам затем на вопрос не отвечает он не отвечает вопросом устанавливает вашу личность я от меня поступила заявление в их куму не отвечаете на его вопросы требуется документ предусмотрение на коменте давайте продергнем здесь здесь не командуй в най это следственная это следственная какое-то расследование смешание не в помещение ты в помещение не зайдешь сразу тебе говорю что ты сделаешь ну попытайся что случилось гражданин я не захожу никуда чуть толкаешься такой борзый я знаете мне кажется что у вас эффект толпы вот и такой сильный потому что и в груди в мастер пойдем меня может снимать руки руки уверят меня свои я говорю это наша рабочая зона это вы давно не мешаем вообще нечаянно может цементом залить вас да вас снимал непосредственно меня да это это не запрещено это запрещено нет ты не имеешь права это выкладывать вообще нигде без моего согласия смотрите видите вас телефон зайдите в интернет откройте статью 152 прим прим 1 не там гражданском кодексе получше написано и там есть места 152 1 ты не имеешь права без моего согласия вообще снимать меня написано что в публичных местах я могу вас снимать но выкладывать это не имеешь права ну да если вам не понравится тогда в суд подойдите вот это снимать можно снимать можно нет вы говорите выкладывать нельзя снимать можно но вы путаетесь показания гражданин хотел узнать вы установили личность до гражданина установили его отлично давайте сейчас я напишу заявление пользуясь случаем хочу порекомендовать вам канал правостояние эти ребята борются с нарушителями которые ездят по тротуару неправильно паркуется поэтому этот контент стоит вашего внимание ссылка в описании а я по мне а при я отказался от опроса давайте здесь вот здесь я могу отказаться от объяснения могу вы почитаете закон что такое говорите могу от объяснения отказаться вам заявление вам передать вы его отвезете в отдел до поступления заявления я обязан вас это не я вам уже на месте все примерно рассказал но это если хотите вы можете записать когда угодно и без меня да давайте заявление напишу объяснение объяснение участковым нету нет вы пишите раппорт вы раппорт пишите о случившемся это моя работа я ее прекрасно хорошо знали он и каждый день лана я очень на заявление согласен написать все давайте бланк или просто листок а4 я сейчас напишу и сам сделался заведомо ложный забыл записаться расписаться а так вы не говорили вы же не диктовали мне брали не рассказывали ее уже все заполнено нет он не он не он не он не оговорил он предупреждал меня про эту статью перед этим как я писал заберите вы не предупреждали меня уже запомнил заявление ну давайте напишем не предупреждаем пока потому что я уже написал заявлен к работе вам стоит только здесь расписаться поставить дату да я напишу вне можно возьмется но вы же позже правильно начали предупреждать когда уже заявление написал поэтому я написал как есть зачем мне врать брать нельзя нехорошо меняет я хочу чтобы полиция по закону действовала а если она действует не по закону то я не могу вам уступки делать и писать что мне вы не делали понимаете чем дело вы выделить состав преступления или административного правонарушения возможно и есть принадлежит проступок сотрудники полиции в том что он вам не сообщил я не собираюсь на вас заявление писать опросы написал мне предупрежден и все заявление на вас писать не буду всего хорошего а